Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать лазерный уровень ME16C от компании Клубиона. Это лазерный уровень с шестнадцатью линиями, который образует четыре плоскости. Две плоскости вертикальные и две горизонтальные. Вертикальные плоскости пересекаются между собой и горизонтальными плоскостями под углом строго 90 градусов. Это позволяет контролировать геометрию помещений, в которых мы работаем. В приборе применены мощные лазеры зеленого цвета, что увеличивает видимость линий на объекте. В комплект входит аккумулятор, пульт дистанционного управления и несколько полезных приспособлений, которые разберем во время ролика. Ссылку на прибор я оставил в описании. Если вас интересуют инструменты и приборы для домашнего мастера, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Но давайте разберемся для чего нужен данный лазерный уровень, а потом уже углубимся возможностей и технические характеристики данного прибора. Для чего же он все-таки нужен? 1. Навеска картин, шкафчиков. 2. Установка розеток и выключателей. 3. Установка электрического и газового оборудования. 4. Разметка на стене горизонтальных и вертикальных трасс для труб и электропроводки. Разметка ровных трасс на потолке и полу для электропроводки и труб. 5. Укладка плитки из стеновых панелей. 6. Укладка кирпичей из стеновых блоков. Разметка положения элементов строительных конструкций. 7. Перенос нулевой отметки на другие элементы объекта. 8. Формирование прямого угла между стенами помещений для угловых кухонь и ванн. 9. Установка маяков для штукатурки и стяжки. 10. Установка плинтуса для ПВХ и натяжного потолка. 11. Использование наклонных лучей поможет для создания дизайнерских решений, а также при монтаже лестниц. Лазерный уровень пришел в таком боксе. Вот так вот он сверху выглядит, так сбоку. Есть такой ремешок для переноски. Его можно удлинить и носить лазерный уровень на плече. Открывается он с помощью молнии. Открываем. Вот так все выглядит изнутри. Сам лазерный уровень и его комплектация хорошо запакованы. Все элементы защищены вспененным полиэтиленом. Давайте вначале рассмотрим комплектацию к лазерному уровню, а потом более подробно рассмотрим сам прибор. Для зарядки аккумулятора используется такое вот зарядное устройство на 5 вольт и 2 ампера. Есть такой трехкнопочный пульт. Сбоку торчит пленка, которая препятствует разряду батарейки при хранении. Для приведения пульта в рабочее состояние эту пленку нужно вынуть. Есть такой столик с регулируемой высотой. Чтоб его регулировать, достаточно тут покрутить. Высота регулируется от 2,5 сантиметров до 9 сантиметров. С его помощью удобно плавно регулировать высоту горизонтальной плоскости при установке лазерного уровня на плоскую поверхность. Вот максимальная высота этого столика 9 сантиметров. Есть такая пластина для установки лазерного уровня на стену. Устанавливается она на четырех саморезах. Потом на нее устанавливается вот такой держатель. В основании держателя два мощных неодимовых магнита. Она вот так вот примагничивается и сюда можно ставить лазерный уровень. С помощью данного регулятора можно регулировать наклон держателя относительно стенки. С помощью данного регулятора можно поворачивать лазерный уровень. А с помощью данного регулятора можно плавно отодвигать лазерный уровень от стенки. Лазерный уровень можно не только установить на этот держатель, но и к нему подвесить. Чтоб подвесить, используем вот такое приспособление. Крепится оно таким образом к лазерному уровню. Держатель относительно пластины переворачиваем и сюда прикручиваем лазерный уровень. И он будет у нас висеть. Регулировки положения лазерного уровня такие же, как и в прошлом варианте. Только нужно пользоваться данным методом очень осторожно. Так как данное крепление на железной пластине держится только за счет магнитов. И эту ручку регулировки я рекомендую посадить дополнительно на клей, так как при большом усилии она может со своего штока сняться. Прибору предлагается такой вот паспорт. Есть хорошая новость, он на английском и русском языке. Но работа с этим прибором в паспорте описана довольно скромно. Из этого видео узнаете нюансы, которые в этом паспорте не описаны. Давайте взглянем на сам лазерный уровень. Тут две плоскости лазеров горизонтальных и две плоскости лазеров вертикальных. Нижний блок используется, чтоб разметить плоскость максимально близко к полу. А верхний блок для разметки плоскости максимально близко к потолку. А боковые блоки хороши, чтоб устанавливать маяки под штукатурку. А включив обе плоскости, можно ровнять стенки под угловую кухню или угловую ванну. Тут находится съемный аккумулятор на 4000 мАч. Зарядное устройство вставляется прямо в аккумулятор. Снизу алюминиевая подставка с креплением на штатив 1,4 дюйма. Сбоку находится рычаг, который блокирует измерительный узел в транспортировочном положении. Чтоб включить лазерный уровень, снимем защитную пленку и передвинем этот рычаг. При включении прибор тестирует подключенные к нему лазеры и включает только нижнюю плоскость. Изначально он работает в режиме самовыравнивания. Если мы уровень изначально поставим криво, то линии мигают и работает звуковой сигнал. Тогда нам нужно подкорректировать положение прибора, чтоб это оповещение исчезло. Для управления лазерным уровнем используются эти три кнопки. Этой кнопкой мы можем переключать горизонтальные плоскости, нижнюю, верхнюю или обе сразу. Этой кнопкой мы можем переключать вертикальные плоскости, так и включать обе сразу. Средней кнопкой можно переключать режимы работы лазерного уровня. Сейчас максимальная мощность. Сейчас мощность пониже. А сейчас режим пульсации. Выключаем. Если нам нужно лазерным уровнем отрисовать наклонную плоскость, длительно удерживаем. И теперь мы можем лазерный уровень наклонять. При наклоне оповещение уже не работает. Чтоб выйти из этого режима, длительно удерживаем опять эту кнопку. Опять лазерный уровень работает в режиме самовыравнивания. Все эти три кнопки продублированы на пульте дистанционного управления. Чтоб выключить лазерный уровень, возвращаем рычаг в режим блокировки измерительного узла. Вот я установил лазерный уровень на штатив от фотоаппарата. Для первоначальной юстировки использовал круглый уровень. Данный лазерный уровень для первоначальной юстировки более компризный, чем двухлучевые лазерные уровни. И пришлось изначально устанавливать данный лазерный уровень более точно. Вот у нас пульт. Я сейчас сниму пленку и буду им управлять лазерным уровнем. Вот сейчас пультом управляю горизонтальными лучами. Вот оба луча включены, вот оба выключены и по очереди. Вот вертикальными управляю. Вот я включил все лазеры и последней кнопкой я могу управлять настройками лазерного уровня. Сейчас лучи стали тусклее, сейчас мерцают. Опять включили в обычный режим отображения. Если будем долго удерживать, то переключились в ручной режим и можем строить наклонные линии. Выключаем и переключились в режим самовыравнивания. В отличие от двух лучевых лазерных уровней, данный лазерный уровень строит целые плоскости и его не нужно поворачивать, чтобы сделать построение на потолке, полу или противоположной стене. То есть один раз поставил и можно выполнять все построения. Я знаю, что в этой комнате нет прямых углов между стенами. Изначально это не требовалось. Давайте проверим. Я включаю две вертикальные плоскости. Одну плоскость настраиваю, чтобы она была параллельно стене. Расстояние между стеной и лучом в этом углу и в этом углу одинаковое. А теперь посмотрим вторую плоскость. В этом углу расстояние меньше, чем в данном углу. То есть угол комнаты чуть больше 90 градусов. В этой комнате не требовалось, чтобы угол был ровно 90 градусов. Поэтому ничего страшного. Если бы угол 90 градусов был заложен по проекту, то ремонт пришлось бы переделывать. Вот я поставил две метки. Как видите, положение линий соответствует этим меткам. Вот так стоит сейчас лазерный уровень. Я сейчас буду его поворачивать. Вот я развернул его на 180 градусов. Как видите, он уже стоит по-другому. Но метки стоят на месте. Таким образом мы проверили, что обе плоскости настроены правильно. Что даже при развороте лазерного уровня на 180 градусов они не сместились. Вот я повернул лазерный уровень на 90 градусов. Как видите, метки не сместились. Лазерный уровень поворот правильно отрабатывает. Это еще одно подтверждение, что в данном лазерном уровне горизонтальные линии настроены правильно. Что нам надо делать, чтобы построить наклонные линии. Подходим к прибору. Длительно удерживаем эту клавишу. И теперь мы можем наклонять наш прибор. Вот наклоняем. Вот допустим, для нас нужно построить такие наклонные линии. Вот мы с такими наклонными линиями работаем. Также хочу отметить, что для лазерного уровня существуют специальные штативы, которые имеют встроенный круглый уровень. Это гораздо упрощает работу с прибором. Если я приобрету такой штатив, то покажу в одном из следующих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы это видео не пропустить. Вот вроде бы и все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Ссылку на данный лазерный уровень я оставил в описании. Если у вас есть другие варианты использования данного лазерного уровня, пишите в комментариях. Думаю, другим зрителям это будет полезно. Поделитесь видео с теми, кому данный лазерный уровень может быть интересен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.